Девятиклассники готовят танец на выпускной. В холле выставка рисунков и поделок к Году экологии. В летний лагерь, организованный в 14-й школе, ходят около 100 детей. Это первая смена. Во вторую пойдут еще 60. Утром завтрак до половины третьего. Самые разные мероприятия с перерывом на обед. Интересно что-то делать с друзьями, играем. Мы здесь проводили веселые старты, делали разные самоделки, ромашки. Сейчас мы делаем пингвинчика. Для меня здесь самое интересное, что мы делаем самоделки. Досуг помогают организовать сельские клубы, библиотека. Сегодня, например, читали стихи. В рамках лагеря проходят конкурсы, мастер-классы. Работает педагог-психолог. Он может помочь с выбором будущей профессии. Из новинок в этом году мы больше включили спортивного направления, а также обучение детей начальной школы спортивным играм. Не подвижным, а спортивным играм. Таким, как гандбол и баскетбол. Включили раньше, чем в программе они просто идут. Что-то новенькое для детей. Учителя физкультуры решили поэкспериментировать в этом году. Такой скалодром единственный в своем роде. Чтобы каждый мог попробовать себя, сделали самую простую трассу. Камни удобно расположены и за них легко ухватиться. Ну, просто попробуем. Не сложно. Там надо держать руками за камечкой, которая приклеена, закручена. Там, по ситуации, когда лезешь наверх, видно, что не можешь за этот камень, за другой на нас хватиться. Первые смены открылись в 16 общеобразовательных школах. Второй поток примут уже в 29 учебных заведений. Всего в этом году в лагеря дневного пребывания примут более 4 тысяч юных анапчан.